Виктория Боня подсела на онлайн-игры. Телеведущая проводит ночи не с бойфрендом, а за компьютером. Боня играет виртуального дурака на деньги. Я больше на самом деле нигде не играю, ни на одном сайте. Как там, это моя любимая игра, там, эрудит, как в покер, спускал деньги в покер. Ну и дурачок там, переводной, подкидной. Участием в онлайн-играх не помогло Виктории Бонне попасть в число финалистов марафона игры Собака Мэйл.ру. Полтора месяца длился конкурс. За это время все, кто рубился в онлайн-игры, должны были заработать как можно больше очков. Из трех миллионов человек повезло 32. Они набрали больше всех баллов и правильно ответили на вопросы Викторины. Частливчики приехали в Москву, чтобы принять участие в суперфинале и побороться за главный приз – автомобиль. Но получить новенькую тачку было не так-то просто. Ведущие конкурса Тимур Родригес и Виктория Боня придумали сложные задания для участников. Нужно было попасть в мишень из лазерного пистолета, отбить максимум подарков и сыграть в виртуальный футбол. Но самым сложным было поймать как можно больше денег в воздушной кабинке. В итоге самым ловким оказался 24-летний игрок из Воронежа Александр Голумеев. Тяжело было эмоционально на самом деле себя взять в руки, начать как-то делать правильные вещи, стрелять в данном случае правильно, ловить эти кубики, играть в футбол. Как мы видим, это получилось. В общем-то, я выиграл автомобиль. Большое спасибо Mail.ru. Мы вполне уже мейнстримы, поэтому это мероприятие – это первый шаг в цепи дальнейших громких событий. Это Тимур Родригес. А это Виктория Боня. Смотрите, играйте Mail.ru. Смотрите MTV, это Ньюсблог.